Так, насчет рукопожатия я вам уже вот коротко объяснил, значит, как начался ритуал привести к Европе и в США, исходное значение, значит, пустые безоружные руки, значит, в разных культурах, значит, разные различные виды привести. Вот, например, здесь обеспечение безопасности, уверенности, различные виды, значит, вялая рука, пожатие, что это означает, низкая самооценка, нерешительность, значит, коллега еще человек, который не знает, да или нет, протянутая рука, недоверие, расстояние, вот так, перчатка, это означает замкнутая рука, значит, радость, тепло, доверие. Рука вверх, доминанс, заявление собственности, значит, например, в политике тоже так, кто наверху, да, если вот рукопожатие, тогда не так, кто вот так, да, значит, если вот так, значит, кто-то доминирует, хочет доминировать, да, доминанс показывает. Так, значит, если у Паула Экмана вот семь основных эмоций, вообще-то основа везде во всем мире одинаковая, только зависит язык тела от окружающей среды, да, вот основные эмоции. Например, если вы здесь, это на немецком языке, что это означает, значит, ангст, ангст это страх, да, вот мимика, например, да. Агрессивность, зло, злость, радость. Это означает, что если, например, там безразличного, да, кто-то что-то рассказывает. Удивление, травма. Значит, каждый человек по-различному показывает. Вот нейтральный, например, вот лицо, злость, презрение, отвращение, сюрприз, страх, удовольствие, траур. Например, как вы реагируете тоже, если вы, например, там, вот перед сделком стоите, вы можете тоже вот немножко тренироваться, да. Как я хочу себя показать другим, если в различных там конфликтах или ситуациях. Сюрприз, злость, радость, травм. Это вот типичное вот лицо Джорджа Буша, да. Его ничего не удивляет, да. И хочет показать там ковбойское лицо. Это презрение и радость в одном, да, вот. Вот отвращение. Значит, это, конечно, вот ситуация, когда вот Ангела Меркл, да, она, вот, имена политиков, она неправильно сказала, да. И вот лицо, да, когда проявляет вот это, да, ей стыдно, да, и неловко. И телесный язык тоже, вот, например, раздражение, например, очень много людей вот здесь там не чащится, там, да, или там не играет там ухом, да, захват замочку уха. Напряжение, забота, значит, вот. Или вот многие там так делают, да, это уже забота. Тревога, дискомфорт, поднятые плечи, вот, да. Это вот рука, как барьера, защита. Значит, человек не хочет, например, там, делиться, значит, мнениями, да. Жесткая позиция, скрытые руки за спиной, чтобы не показать там беспомощность. Значит, у каждого человека и у вас, да, у каждого разные там реакции на различных ситуациях. Наверное, вы вот это сами заметите себя, но мы этого, когда, например, людям говорят, они начинают смотреть в зеркало, понимаете. А так, многие не знают, как люди автоматически реагируют на различные ситуации, да, в стрессе и так далее. Вот, например, вот поза доминирования, да, если человек там очень много площади берет, да, вот так и сидят, значит, хочет показать там, да, заявление мощности. Вот, вот депрессия, снежный взгляд, тянутые плечи, да, неловкость, неуверенность. Открытая жесть, это всегда там, идти навстречу. Так, я бы хотел раздать вам, вот, самокрест можно сказать, да, учиться сердцем, умом и руками. Это для анкета, для определения наиболее эффективных каналов обучения. Я не знаю, вы знаете ли вы, каким способом вы лучше можете запомнить что-то или учиться. Например, там, мой сын, ну, 22 года, он не может без музыки учиться. Это для меня, например, там, музыка не мешает, но все равно здесь кто-то в громкой музыке, все равно там он пишет и что-то учит, я не знаю, как это может акцендировать, да. Но у него получается, ну, значит, есть люди, которые там на фоне музыка, шум, это вообще не мешает, да. Есть люди, которые там обязательно должны что-то брать в руки, читать и так далее, и только таким образом или пишут сами и запоминают. Есть люди, которые там обязательно должны кто-то что-то показывать, рассказывать, да, визуально и так далее. Вот этот тест с этим, если вы, конечно, будьте, пожалуйста, искренне к себе, это мы на черновике скопировали, значит, пожалуйста, вот это не читать, да. Только вот то, что вот 4 страницы, и потом, но в конце здесь стоит, я предпочитаю стиль обучения. Например, здесь 4 стиля, да, какой у вас, значит, если вы А, Б, Ц и Д, значит, 4 варианта. Может быть, у вас и от 4 там только 1 вариант, или может быть 2, или сразу 3, всякие может быть, потому что у каждого человека различные методы учения, да. И потом мы можем поговорить, вот, совпадает ли то, что вы до сих пор знали о себе. Сразу здесь, да, 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 ага. Потому что я же не собираю вот это, да, это остается просто у вас. Вы можете посмотреть, вот этот тест показывает, например, там, какого типа, да, вот на обучение или какой метод вам подходит, да. А может быть, неправильный у вас там метод до сих пор у вас был, если вы, у вас есть затруднения что-то учить и так далее. Вот этим вы можете для себя, значит, узнать, определить эффективность обучения, да, по каким каналам, визуальное, аудио. Значит, у вас тактильный и визуальный, да? Да. Ага. И у вас как? Соподает вам с вашим методом, да? Значит, это, то, что вы до сих пор вот поменяли методы, значит, совпадает с вашими, да? И у всех где-то что-то совпадение есть, наверное, да? Есть у кого все четыре? Или три? У вас, да? Значит, музыка, движение, или какой у вас? Визуальный, слуховой? Визуальный, слуховой и осязательный, активный. Ага. Они не обладают, по-настоящему, что... Ага. Значит, вам не нужно обязательно движение и так далее. Это не нужно, да? Да. Есть, конечно, очень много методов, например, это только один. Второй, например, там, это... Для этого у нас не будет времени. Например, какими вот сторонами мозга вы работаете, да? И для этого тоже есть самокрест, но это, конечно, для этого нужно нам много времени. То, что мы можем сделать... У нас время сейчас есть, да? Есть. А, сколько? Время есть у нас, мы что-то просили. Я хочу сейчас с вами сыграть вот маленький вот, как бы, в волейбол, воркшоп или работа в команде или в группе. Так. Называется «Бедствие на море». Я вам даю каждому вот листок, объяснение, да? Значит, вы на корабле и... Раздать мне. Да, да, лучше мы раздадим. Один останется, вот, пускай у меня или... Себе вставляем. Значит, у вас корабль крушения, да? Значит, вы на Атлантическом море и очень далеко вы от материка. Значит, у вас там технические связи и так далее невозможно, радиосвязи. И как-то вот вы смогли спастись на шлюпке, на спасательном шлюпке, да? Угу. Да. И вы должны сейчас, кроме того, что у вас есть в кармане, там везде, там наплавают на воде, там 15 предметов. И вам нужно лично, каждый для себя, выбрать по необходимости, да, и по потребности, вот, с одного до 15, да, для себя решить, что я хочу первым взять. По важности. По важности, да. Да, значит, от одного до 15, да, пожалуйста, да, что вам, вот, например, там важно и что вы взяли, вот, самый первый, первый, да? И потом, когда вы вот для себя выберете, мы сделаем просто вот три или четыре группы, и в группе вы разговариваете об этом, и в группе вы решаете, вот, вы лично выбрали для себя, сейчас решает группа, что нам важно, да? Первый, второй, третий, пятнадцатый. И потом, когда у вас будет там исходный пункт, если вы закончите с этим, тогда мы поговорим, для чего и почему мы это просто делаем. Группу сейчас, да, сделать под группу? Сейчас они отвечают. Лучше сделаем сейчас под группу, я не знаю, сколько, в одной группе, там по пять, или по четыре, да? Два, три, четыре, пять, все, девочки, вывод, одна группа. Да, когда вы закончите каждый для себя, да, тогда вы можете, например, выйти где-то вместе посидеть, поговорить, да, не обязательно здесь, да, чтобы у вас свободно было где-то. Сейчас вы сами делаете, а потом группой решаете. Да, да, можно, чтобы они там вышли куда-то, на коридор, или, я не знаю. В коридор, или вот здесь вы стали собраться. Ага. Сколько получается у нас, четыре группы, да, или три? Получилось раз, два, три группы. Хорошо. Хорошо. Транзистор, это радио только слушает, да, получает? Транзистор, если у вас там какой-то инженер, может быть, он разберется, берет что? Да, да. Да, да. Вообще-то здесь вообще трансисты не поможут, потому что им это, материка, столько, а не, что нет виноват. А, ну, так. Транзистор, да. И многие выбирают со всеми, которые думают, что мы нужны, да. А на самом деле будет отхождение. На самом деле для нашей жизни важна. Да. Чтобы выжить так, что нужно, да. А у меня здесь стоит там 80%, 2 литра, да, 100% арома, да? Нет. Они говорят, ооо, там еще, я говорю, конечно, это обязательно нужно. Снять стресс. Успокоиться. Снять стресс и так далее. Ахахаха. На самом деле, да. Вряд ли, да. Вряд ли, да. Значит, каждая команда выживет, да? Думайте. По важности. Сейчас я вам покажу ответ. У вас были в команде разногласия? И как вы решили, например, у вас в группе? Каждый свое за свое или как-то в группе вы все-таки объединились? Потому что у вас выхода нет, понимаете? Вы находитесь в одном шлюпке. И от вашего решения зависит, например, ваше выживание. Потому что вы же только там отдален от материка, значит, как вы будете решать, от этого все зависит. Например, у меня в группах большинство было так. У меня были юноши, пожилые люди и так далее. В таких там стрессовых ситуациях люди очень много показывают эгоизм. Например, вот такая ситуация была у нас, когда у меня была группа из 15 человек от зеленой партии Австрии. Мы вместе на 4 недели поехали в Монголию. И в неделю у нас было запланировано, что мы 2 дня проведем в пустыне Гоби. Получилось так, что наш водитель был новый человек. Значит, чтобы поехать туда и обратно, нам нужно было вообще-то только 12 часов. А мы провели там в пустыне 2 дня. Но за это время, значит, у нас был и повар, и водитель, и так далее. Вместе 18 человек, 10 литров воды и немножко провизии. И тогда уже вот эта группа, они уже были и в Тибете, и в Индии, и так далее. Значит, они уже столько лет знают друг друга, да, 50 лет, 60 лет, и так далее. Значит, когда вот одна женщина встала утром, и у нас было только 10 литров воды. Мы еще не знали, потому что пустыне ориентации нету, понимаете, где следующую коллокцию и так далее. Мы ничего не нашли. И вокруг ехали, ехали, и пришлось ночевать. И когда вот одна женщина встала утром и начала там мыть волосы и так далее, да, она одна встала и начала кричать. Что ты делаешь? Ну я только вот 10, вот у нас 18 человек, 10 литров воды, для машины тоже нужно и так далее. И какая-то эгоистка и так далее. Мы не знаем, мы выжим или нет. Нет, мы не знаем, вот дороги нету и так далее, и так далее, да. Значит, в таких кризисных ситуациях уже совсем другой характер выделяется. Очень много эгоизма, например, да. Или каждый боится за свою жизнь. И споры и так далее. Когда мы скотовода, да, нашли, и он нам показал там, что через 60 километров есть колодцы, мы дошли, до колодца уже они забыли все. Уже планировали. Знаете что, в следующем году мы вместе поедем туда и туда. Значит, различные реакции. И так же может быть, например, вот бедство на море, это у нас в Западной Европе сейчас катастрофа. Каждый день в Австрии приходят где-то от 1000 до 1500 беженцев через море. Очень многие там умирают, тонут. И поэтому вот корабли крушения, там очень реальная ситуация. А у нас сейчас просто вот ситуация, вот, как бы вы, например, обрешили бы, да, если вот было бы такой ситуации. Я просто здесь хотел показать вам, как мы можем наши вот средства, наших чувствительных органов повысить нашу коммуникацию, да. Например, вот мы слышим только через слух, да. Значит, мы все это воспринимаем 20%. Через визуально 50%. Вот. Если мы слышим и видим, тогда 70%. Если, да, здесь, да, здесь, да, здесь, да, вот здесь, если мы слышим, видим и разговариваем, да, 80% и вот это 90%. Когда мы слышим, видим, разговариваем еще пищем, да. И таким образом мы можем повысить всегда вот способность коммуникации. Вот то, что я вот вам говорил, вот принцип четырех ушей, да. Что за этот человек, который вот ко мне обрешается, да. Что с ним? А вот второй ушей, ну, принимает, что он хочет мне этим сказать. Что он думает, кто он, да. Или, как я должен понимать то, что он сказал, да. И здесь, например, что мне делать? Что я себе чувствую, да. Что он хочет от меня. Значит, это зависит от голоса, от интонации, да. Так, это мы еще потом я вам объясню. А сейчас хочу просто вам показать. Вот что эксперты говорят, или как решили, например, на первом месте у вас что? Маленькое зеркало или нет? Нет. У вас, например, что? Вода. Вода? Ага. У вас? Жилет. Спасательный. Спасательный жилет. У вас? Вода. Вода. Да. А здесь вот маленькое зеркало. Почему? Вы же находитесь столько километров от материка, что ни транзисторы, ничего не поможет, потому что нет никаких связей. Единственное, значит, с воздуха, да. Сигналы вы можете подать в зеркало, да, чтобы кто-то видел там вас из воздуха. На втором месте здесь что? Дизель. У вас? Что? Дизель, да? Нет, у вас? У нас на втором месте сажательный жилет. У нас и да. Да, да. У вас? Жилет. Жилет. А здесь 10 литров канистры бенцина, да? Или дизеля, да? Потому что у вас в кармане есть спичка, значит, вы можете на воде, да, жечь, потому что это же легче, чем вода, да, не тонет, значит, горит на воде. И тоже сигнал. Значит, сигнал это самый первый, чтобы выжить, да, чтобы дать сигнал где-то, чтобы увиделись, например, там, с воздуха. На третьем месте здесь вода. 20 литров, например, воды, да? Конечно. На четвертом что у вас? У нас... У нас... У нас... Сикстан. На четвертом у вас Сикстан. У вас? Морская карта. Морская карта? Карта. Карта. А здесь на четвертом, конечно, вот коробка продовольствия, да? Вам же нужно кушать, да? А у нас он... У нас на третьем месте была, и да. Ага, на пятом месте что у вас? Здесь, например, там фолия, да? А там что? Здесь. А у вас что? Морская карта. А здесь что? А здесь пластиковый план, да? А значит, это защита от дождя и от непогоды. Так, на шестом здесь, да? Вот здесь два... Две коробки шоколада, да? Как резерва. А на северном месте здесь вот... Что у вас? Мадагама? Удочка и... Да, да. Мадагама, это мне 7. 7, вот 7. Удочка и аксессуары, да? Что вы ловите рыбу и так далее. Так, потом 8, значит, здесь. Что у вас на восьмом месте? У нас нейлоновая веревка. Да, 8. Нейлоновая веревка была, да. Чтобы не потерять вещи, можете закреплять вещи и так далее. Для этого нужно. На девятом спасательный куртка, жилет, да? Десять у вас гарпун или нет? Это, например, там, против атак от акулы и так далее. Вот, что вы делаете, например, с румом 80%? Да, у нас на шестом-седьмом. Да? А для чего для вас, вам трудно? Мы думали, либо вот тоже зажечь, либо рано обрабатывать, либо... Кто-то написал пить или что-то? Нет. Вам, почти все мужчины написали, это хорошо. Попьем, успокоим нервы и так далее. Это, да, чтобы обрабатывать раны, да. А так не надо, потому что, если, например, вы находитесь там и пьете еще алкоголь, да, тогда вам будет недостатка жидкости. Так, 12. Транзистор или радио, да? Там все равно у вас есть никакие связи, значит, можете выбросить даже, да, ненужная вещь. На 13-м месте вот морская карта. Морская карта вам не поможет, потому что вы не знаете, где вы находитесь, да? Значит, навигации нет. А сейчас дойдем и до этого. 14. Москита нет. Значит, защита от москитов. У вас где? На 10-м. Почему? На 10-м, на 10-м, на 10-м, на 10-м, на 10-м. Вы думаете, что там москиты есть? Там же нету их. Почему вы ведьмуты вообще? Вообще нету, да. На океане, как бы вы думаете? Даже вы же там далеко, отдален от материка, значит, у вас там насекомых нет, понимаете? Значит, это вам ничего не поможет. А сикстант это на последнем месте, да? Он без таблицы и измерительных сикстант, да? Это же вам не поможет, если у вас нету таблицы и измерительных предметов. Без этого вы не можете, например, измерить, где вы находитесь и так далее. Значит, сикстант вообще не должен. Это измерение угла, да? Вот таким может быть, например, там различные ситуации. Почему вы вот это делаете? Это они делают, например, в Австрии и в больших предприятиях выбор менеджеров. Скажем так, вы закончили ваш университет и вы хотите работать где-то, устроиться на работу как менеджер. Они не просто вот так берут, они делают специально в ассессмент-центре. Ассессмент-центр это центр оценки, да? И в этом, в ассессмент-центре, там специально 4, от 4 до 6 людей. И у вас там помещение, здесь зеркало, вы их не видите. Они дают вам задание, групповое задание, да? И смотрят на вас, кто как там работает. В стрессовых ситуациях, письменные, да? Усменные. И как в группе вы работаете, у вас стресс или нет, да? Кто руководит, кто работает, кто просто работает в том и так далее, и так далее, да? Наш господин Берихсяг, например, вчера только работал. Он архитект, да? Когда мы вчера дали вот из 10 бумаг построить башню, да? Он вот за 40 минут только говорил, как надо строить. Но сам вообще ничего не делал. А вот наши вот профессора, они работали, да? Но у них был, конечно, там также и ответ был понятный, да? Значит, хотя они что-то построили, но это было там неукрепленные, там треугольники, да? Один, другой и так далее. А задача была как можно стабильной, стабильную башню построить и как можно высоко, да? Я вот хочу, у нас нету сегодня вот специально на асессмент-центре ничего, но я хотел просто показать асессмент-центр, да? Есть тоже такой вот, вы тоже можете себе там сама анализ сделать, да? Например, дается определенное время и очень много задач, вопросов, да? Какой город является столицей Бразилии? Сразу выйдут. И это, например, вопрос 40 или там 50-60 вопросов может быть, да? Например, римские цифры, сколько это, да? И так далее. Один байт – это сколько бит, да? Однотон – это сколько килограмм и так далее. Очень быстро. Вот даже они дают время специально, чтобы вы не успели ответить на все эти вопросы. Значит, у вас стрессовая ситуация, но все равно вам нужно, конечно, ясно думать и как можно, например, отдать правиле Акея, да? Гербертанский пролив отделяет какие именно страны, да? Я, например, и не знаю. Значит, вам нужно где-то дать 10 пунктов здесь, да? И потом они там смотрят насчет этого, как, например, вы проявили, например, сколько могли вы ответить за определенное вот маленькое время вопросов, да? Значит, вы можете работать в таком стресс-ситуации, да? И ваше поведение – тело, мимика, да? Например, вы начинаете там потеть и тирать, и так далее. Они же все видят, да? Движение тела – все-все-все. Так, работа вот в команде и тем, я думаю, это будет, наверное, у нас будет завтра тема, да? У нас site management и burnout – все это будет у нас после обеда. Я не знаю, вот ваша группа или еще другая группа, которая придет, я не знаю, да? Здесь мы поговорим, например, там, если мы вот время не можем организовать хорошо, да? Что может случиться с вами, да? А, да, вот, то, что вам хотелось бы показать. Вот, интернациональные вот сигналы, да, пальцами. Вы знаете вот этот? Нет? Что означает, например, вот этот? У вас, и как вы будете понимать, вы понимаете вот этот? Ну, типа, хорошо. А? Все хорошо. Здесь тоже, да, у вас, да? Да. Вы говорите, окей, все хорошо, да? А, вот это, В. Внимание, типа, ну, как привлекает внимание, типа, слушайте. Хорошо, я потом вам все вот объясню, там, где, в каких странах. Потому что это в данном вербальной ситуации, да, язык тела, да? Невербальный вот язык тела, здесь обозначение различное. Как, например, в азиатских странах, арабских странах и так далее. Например, вы можете, например, оказаться в такой неловкой ситуации, если вы покажете вот это где-то в другой стране, да? Я вам еще объясню. Так, цель, если вот так вам показывают, что это? Два. Да? Два. Есть еще какое-нибудь значение? Хорошо, что это такое, вот? Пистолет. Пистолет? Хорошо. Запомните вот ваши ответы, пожалуйста. Пистолет, два, да? Это внимание вы сказали, да? Вот, внимание. Это означает для вас, окей, хорошо, вот так. А вот? Лузер. А? Лузер. Лузер. Мы сейчас заканчиваем, видите, в 13 часов, да? Сколько времени у нас? Обед. Сколько у нас еще? 20 минут. 20 минут. Девочки, через 20 минут вам наполнят. Ага, хорошо. Вот это вы сказали? Лузер, что ли? Да? Неудачник. Хорошо, окей. А вот? 4. 4. У вас показывают 4, да? 4. Да. Ага. Например, в Германии нужно, конечно, там, вот так нельзя, например, 3. Это означает уже нацистский, вот, например, там, в Сербии, тройка. А в Германии это во время нацизма, да? Это был вот знак фашистов, нацистов, да? А вот? 5. Есть еще какой-нибудь? Или привет. Привет. Если вот так движение сделали, вот так привет, конечно. Если делать вот так, что? 5. Стоп. Это национальное. Держи расстояние и так далее. Если кто-то хочет поближе подойти, стоп. Вот что, скажи, так делай. А вот это что означает? Мир. 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 Нет. Ну, это фамилия, когда, да, мы же меряемся. Вы смотрите, наверное, слишком много южнокорейских фильмов, что ли? Нет. Давайте, обещайте, обещайте, давайте вот так за ручку держать. Или у вас в Бурятии тоже будет мир, да? Нет, когда мы маленькие были, было мирись, мирись, мирись. Да? Нет. Окей. Хорошо. А если вот так? В принципе, круто. А? Нет. Круто. Круто? Да, типа. Ага, хорошо. Мир. Пись, да? Не знаю. Еще есть какое-нибудь там объяснение? Нет? А что это означает? Нет, честно. Это плохо. Да? Это плохо. Это... Это... Удивение. Удивение. Удивение или еще что-то другое, да? Наверное, у американцев и так далее, да? Вы знаете этот фильм «Мистер Бина»? Нет. Да. Ему кто-то показал вот так, он подумал, а, надо так здороваться. Ему поехали. Здравствуйте, здравствуйте. Вот так, да? А... На самом деле, вот этот знак, например, для глухонемых, да? Это означает средний. Если я ему спрашиваю, там, например, да? У меня вот дома есть вот в родственнике глухонемой человек, который работает там в Австрии, да? И когда я с ним разговаривал, там, на его, этот, ну, телесную, например, это называется работа. Например, вот этот, наверное, многие, наверное, по-другому в различных культурах, да? Я воспринимаю. Это означает работа. Как идут у тебя дела? Показывай. Он мне показал вот так. А там все сидели, смотрели. Ага. Он как-то его сейчас унизил и так нахуй. А у него означает, ну, нормально, дела идут нормально. Да? Значит, различные значения, да? Сейчас я вам объясню настоящее значение. Вот, а... А... Коммуникационер, Ант Цайхин. Где у меня здесь? А, здесь сейчас. Ну, и на русском должен быть тоже. Вот, а, например, Европа и Северная Америка. Да? Это хорошо. А, страны Средиземного моря, Россия, Бразилия, Турция. Сексуальное оскорбление. Гей. Вот так вы не знали? Да? Ты такой или нет? А, арабские страны, это угроза. Да? Тунексия, Франция, Бельгия, это нуль бесценно. Для Японии это деньги, монеты. Значит, сколько в различных странах. Это еще не только обозначает, окей. Например, Б, в западных странах. Извините, например, у детей. Или, извините, у меня вопрос. Или, очень многие говорят, детям не надо делать. Или, Бог мой свидетель. Значит, тоже движение. Как показывать, да? От этого зависит. С, например, вот. В Великобритании, Австралия, Новый Зеланд, Мальта. Называют так далее. Лик Микамаш и так далее. Да? Это, конечно, плохое слово. А в Америке это, назовем, два. Да? У нас тоже два. Да. Например, сейчас вот Д. Вот, вы сказали, это пистолет, да? А как в Европе это три в католических странах благословения. Да? Благословения. Так, вот так. Вы сказали, что? В Европе и Великобритании это два. В Америке и в Японии это оскорбление. Да? Так, потом F. Это где у нас F? Вот. Вы сказали, это четыре, да? F. Да, в западных странах и у вас четыре в Японии оскорбления. Пять. Да? Это у вас пять, в западных странах тоже пять. Международный знак стоп. А в Греции и Турции это иди к черту. Если вы скажете, пожалуйста, дайте мне пять. Значит, идите к черту. Наверное, он тоже, наверное, покажет вам его. Тогда вы поймете. А хорошо, здесь не надо покупать ничего. Так, вот так. Вы что сказали? Мириться. Да, мириться, да? Сейчас посмотрим, что тут здесь. Страны Средиземного моря. Маленький пенис называется. Например, Бали. Да? Бали. Там это плохо. В Японии это женщина. Южная Америка тонкий, маленький. Франция. Вы можете меня, вы не можете меня обмануть. О, нет, нет, нет. Не со мной. Да? Вот так они показывают. Так, потом этот И, это что? У нас вот, вы что сказали? Круто. Круто. Сейчас посмотрим. Так. Рогатый или ваша жена обманывает? Годи его. Не на меня, смотри на свою жену. Так далее, да? Мальта, Италия. Защита от злобных глаз. Если они показывают вот так. Южная Америка. Защита от вреда. А США это знак от футбольной команды, да? Так. Потом у нас... Где что? Так. Вот это, да? Да. Вы сказали, это... Мир. Мир. Посмотрим наш мир. Великая Притания. Два. Виктори. Да? Восточная и западная страны. Пис. А в Греции иди к чёрту. Значит, вы покажете ему там кис, он скажет иди к чёрту. Так. Потом, вот. Ка. Вот это, да? Сейчас посмотрим. Римская империя. Это США. Да, это... Плохие слова, а? Эль. Что означает у вас? Класс. Класс. Фейсбук тоже, да? Да. Хорошо и так далее. Последнее. Здесь в Европе один. В Великобритании. США молодец. Фейсбук мне нравится. В Австралии это оскорбление. Пожалуйста. Если вы будете в Австралии, не показывайте. Если вы скажете, хорошо, он может помочь мне дать. Или не знаю. Значит, вот какие могут быть различные знаки иметь смысл. Зависит от культурного различия. Как мы с нами людей встречаем, разговариваем. Очень многие делают ошибки, конечно, если не знают вот культурные, там, характерные культурные особенности людей и стран. И поэтому, например, у нас в Европе, в Западной Европе, конечно, хотя Австрия очень социальная страна и нейтральная страна, есть и очень много национализма и расизма тоже. Например, очень много, если не знают, вот культуры, да, например, там, они неохотно дают африканцу, например, работу в гастрономии. Некоторые люди сразу отказываются, говорят, если, например, вот этот черный человек мне готовил салат, я не буду кушать. Вот так говорят. Это, конечно, этого по закону запрещено, но бывает в некоторых местах, они говорят, извините, пожалуйста, я должен думать о наших гостях, значит, я против него вообще-то лично ничего не имею, да, но все равно мне нужно подумать о наших гостях, да, и поэтому я думаю, ни вы не записывайте. Таким образом бывает, да, что некоторые там из некоторых стран очень найти работу, например, там на рабочем, на рабочей бирже работают очень трудно, да. Например, там, только сейчас там начинается движение, открытое движение, что мусульманки с платком, они и, например, там, и на торговле тоже они могут работать. Это было немысленно 5 лет тому назад, вообще, много, да, а сейчас уже возможно, да. Значит, они уже видят диверситет, это разнообразие и многообразие, это хорошо для них, да. Значит, очень много из арабских стран людей приходят, как туристы, покупают много. Значит, если поставят там продавщицу, да, той же веры и языка, тогда, конечно, услуга будет совсем другой и доход, конечно, большой. Значит, из расизма они уже вышли, сейчас они думают, вот, разнообразие, и поэтому очень большой темой уделяется там gender, mainstreaming и diversity management. Значит, менеджмент, это разнообразие, да, культур, культурное разнообразие, diversity management, да. Например, раньше было так, если, например, здесь только сидят русские, тогда мне легче руководить, да, потому что я русский, значит, работать мне легче, организация очень нормальная и так далее. Если здесь, например, и азиат, и африканцы, и так далее, и так далее, и так далее, различные, тогда, конечно, организации будет трудно, они так подумали. А сейчас они должны, конечно, сейчас заниматься разнообразием культур. Почему? Потому что если только русские, тогда они работают только на русском рынке. И чтобы пойти дальше, например, да, развить предприятие, например, в мировом масштабе, для них нужно разнообразие, а у них нет. И поэтому сейчас уже разнообразие это фирменная тактика, значит, каждая фирма занимается diversity management, да, значит, если вы, например, американка, вы из России, да, например, вы из Франции, значит, что для меня? Для меня это, конечно, выгода. Во-первых, у меня сразу три языка, да, три различных культуры и так далее, и это мое богатство. С этим я должен работать, понимаете, чтобы достичь. Мне не надо искать там в Америке кого-то и так далее, у меня уже есть уже человек, значит, надо немножко помогать, чтобы она построила туда мост. И таким же вот со следующим, и так далее, и так далее. Значит, diversity management очень нужно. Но этим мы сейчас не успеем, потому что у меня сегодня-завтра кончается, да, все это, а так, то, что вы сегодня слышали, например, насчет вот коммуникации и так далее, там мы обрабатываем там две недели, три недели, а здесь в течение там четырех часов вы то берете то, что вы видели и слушали, да, а так, конечно, не только слушать и запоминать или видеть, значит, когда вы работаете в маленьких группах, вы начинаете понимать, а, вот так действует, да, коммуникация вербальная, нанвербальная, да, какие проблемы, конфликты и так далее, и как мы можем решить, каким способом, каким образом и так далее. А так, коммуникация, конечно, вот такая тема, да, но я думаю, мы сейчас живем в таком электронном мире, что вы через интернет найдете все, что вам нужно. Это, значит, даем вам просто основу и направление, да, а если вас это, конечно, как бы будущих менеджеров интересует, и должно вас интересовать, потому что без коммуникации, без конфликт-менеджмента, без менеджмента времени, да, без менеджмента, тем-менеджмента, вы, вот как менеджер, у вас очень трудно вам работать, понимаете, без коммуникации и так далее, потому что в вашей жизни вы будете встречать столько трудностей, где вы сами должны в течение нескольких минут, секунд решать, что, брать, не брать, отказаться или нет, да, поговорить, пригласить этого, интервью этого человека или нет, и так далее, и так далее. Значит, выбор на вас, от этого зависит, например, успех фирмы, например, да, правильного человека выбираете или нет, и почему, да, вы, особенно этого человека выбрали. Если вы сделали ошибку, может, конечно, повлиять, например, там, на фирменную структуру, на успех фирмы. Если вы кого-то хорошо выбрали, это, конечно, выгодно, это тогда ваша заслуга, да, и поэтому все надежды на human resource, да, человеческий ресурс, и за это отвечает, например, вы. Значит, ответ от вас зависит очень много, да, коллектив, работа, квалитет, квантатив и так далее, все. Да, на этом я поставлю точку. Если у вас вопросы, можете задать вопросы, а так, я надеюсь, что я мог вам дать немножко там толчок, новые информации.